Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Встреча мэра Анапы с учредителями УК «Коммунальщика». Разговор по существу. К летнему сезону готовы. Сотрудники транспортной полиции отчитались о работе. «Учитель в имени твоем» в Анапе подвели итоги городского конкурса «Учитель года». Самые торжественные два цвета в самом торжественном сочетании. В Анапе проходит акция «Георгиевская ленточка». Праздник весны и труда объединяет поколения. Анапчане готовятся к празднованию 1 мая. На курорте прошел третий тур первенства России по велосипедному спорту. Мэр Анапы встретился с учредителями управляющей компании «Коммунальщик». Сергей Сергеев напомнил предпринимателям о социальной ответственности и порекомендовал принимать все важные для города вопросы, советуясь с анапчанами. Глава курорта Сергей Сергеев встретился с учредителями управляющей компании «Коммунальщик». Организация обслуживает большую часть жилого фонда Анапы – 238 домов. Внимание городских властей к работе компании объяснимо, ведь затронуты интересы тысяч анапчан. Сергей Сергеев напомнил предпринимателям о социальной ответственности. Наличные приемы к главе нередко приходят с жалобами на «Коммунальщик». И главная претензия – управляющая компания отстранилась от людей. Мэр порекомендовал учредителям изменить политику. Начинать свой день работники компании должны не в кабинетах, а во дворах домов, встречаясь с жителями и председателями домкомов. Разговор принес результат, стороны договорились. Все важные решения будут приниматься по согласованию с анапчанами и администрацией. Да, учредители коммунальщика находятся в Москве, но работает компания в нашем городе. И прежде всего должна учитывать интересы его жителей. По-прежнему острым остается вопрос тарифной политики, а также сохранения контейнерных площадок. Места для сбора мусора должны содержаться в идеальной чистоте. Ведь Анапа – город-курорт. И к другим темам. В Анапском линейном отделе МВД России на транспорте Общественный совет совместно с журналистами проверил готовность объектов транспортной инфраструктуры к обеспечению безопасности в период курортного сезона. Как проходила проверка и прошла ли ее Анапа, расскажем в нашем следующем сюжете. Заместитель начальника полиции, начальник отделения по охране общественного порядка Анапского линейного отдела МВД России на транспорте, майор полиции Артур Шакаров рассказал об особенностях службы. Сейчас в отделе применяют новую технологию – дактилоскопию. Проверяющим подробно объяснили, наглядно показали, как все работает. Сейчас можно дактилоскопировать любого гражданства, каждый, кто доставляется в дежурную часть, он дактилоскопируется без вот этих вот, кто испытывал эту процедуру, знает, не пачкая руки. Буквально пять минут здесь идет фотофиксация в разных профилях дактилоскопирования, и все это поступает сразу автоматически в базу. Журналисты заинтересовались формированием доказательной базы совершенных административных правонарушений, курений в общественных местах и выброс мусора на железнодорожные пути. И в ответ продемонстрировали систему видеонаблюдения, которая позволяет собирать доказательства и следить за соблюдением прав и законных интересов как самих пассажиров, так и сотрудников транспортной полиции Анапы. Сейчас у нас нельзя курить, но такие еще умудряются, кто у нас еще любитель покурить. Ушел в сторону, покурил, кинул на бычок. А это не я. Секундочку. Пройдемте. Прошли. Пока дежурный занимается тем, что вносит книгу доставленных, делается видео. Вы? Вы. Ворачивается монитор, фотографируется. Это все распечатывается через принтер и прикладывается к протоколу. Проверка продолжилась в досмотровом павильоне. Пассажиры с пониманием относятся к процедуре досмотра, потому что безопасность людей, как и прежде, остается главным критерием в службе транспортной полиции. Проверили на практике пульта экстренного вызова сотрудника полиции. Наличие пандусов и кнопку вызова полиции предназначенную для людей с ограниченными возможностями. Анапский отдел готов. Он готов, по моему мнению, очень хорошо, потому что все у них предусмотрено, все у них есть. Готовы все видеокамеры. Поэтому я считаю, что Анапский отдел готов к принятию курорта, курортников и детей на курортный сезон. По итогам проверки члены общественного совета и журналисты отметили высокий уровень готовности Анапского линейного отдела МВД России на транспорте к обеспечению безопасности в период курортного сезона. Отчет о работе в сфере военно-патриотического воспитания в этом году состоялся в Выселках. Основные положения и акценты работы на Кубани, в частности в Анапе, кратко в сюжете. Лучших организаторов краевого месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы наградили в культурно-досуговом центре станицы Выселки. Делегации со всех муниципальных образований края представили свои наработки. Тимошевский район отметили дважды грамотой за высокие результаты в организации проведения мероприятий и благодарностью губернатора Кубани Александра Ткачева. Высокую оценку получил Центр детского творчества за третье место среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования. Председатель организационного комитета Александр Кравцов вручил почетные грамоты администрации Краснодарского края представителям городов и районов края, занявшим призовые места, в том числе и представителям анапской делегации. В городе-курорте военно-патриотическая работа налажена на высоком уровне. Постоянно проходят встречи с участниками Великой Отечественной войны и локальных боевых действий. Допризывная молодежь участвует в спартакиадах, поддерживая здоровый образ жизни, где и проходят начальную военную подготовку. И каждое проведенное мероприятие освещается в городских СМИ. В конце учебного года принято подводить итоги. Проверкой знаний становятся экзамены, проверкой педагогического мастерства конкурсы. Финишировал муниципальный этап конкурса «Учитель года». Муниципальный этап краевого ежегодного конкурса «Учитель года» стартовал 14 апреля. Две недели показательных уроков, семинары, дискуссии за круглым столом и множество других сложных заданий выполняли 11 учителей среднеобразовательных школ и гимназий города-курорт Анапа. Жюри учитывало инновационность, педагогическую эрудицию, творческий подход, а в первую очередь профессионализм. Для педагогической общественности это значимое событие, потому что учитель, учитель с большой буквы, учитель-профессионал, тот, который всего себя отдает детям, участвует в данном конкурсе. И мне сегодня отрадно отметить, что этот конкурс живет. В номинации «Учитель Кубановедения» первое место у Елены Михайловны Пешковой, школа номер 12. В номинации «Учитель начальных классов и основ православия» первое место у Оксаны Витальевны Штефан, школа номер 1. Абсолютный победитель – учитель второго класса гимназии «Эврика» Сильва Суреновна Багдасарян. Было очень волнительно. Участницы были достойные, очень сильные. Мне было приятно участвовать, потому что я познакомилась с новыми учителями, пополнила свои знания, потому что учитель всю жизнь учится. Конечно, было приятно вот так финально закончить этот конкурс. Почетный гость на церемонии награждения протеерей отец Виктор благословил победительниц на дальнейшее участие в краевом этапе конкурса и вручил каждой главную книгу православных – Евангелие. Профсоюзный комитет учреждения образования подарил трем победителям путевки в дом отдыха, позаботившись о том, что нужно не только отшлифовать конкурсную программу, но и отдохнуть перед тем, как представлять образование Анапы на краевом этапе конкурса. Продолжая выпуск, юбилей 20-летия отпраздновали участники образцового хореографического ансамбля «Конфетти» под руководством преподавателя высшей категории Елены Пилипчук. На событии всероссийского масштаба побывала наша съемочная группа. Свой ансамбль с красочным названием «Конфетти» Елена Петровна Пилипчук открыла на базе Анапской школы искусств номер 2 в 1994 году. Преподаватель высшей категории, она практически создала свою школу классического балета. Свой первый танец Елена поставила еще сама будущей ученицей в пятом классе, и вся ее жизнь связана с хореографией. Последние пять лет работы коллектива «Конфетти», как считает сама педагог, весьма плодотворны. За это время ансамбль стал обладателем 12 гран-при, и сегодня она дает оценку своего педагогического пути. Где-то поумнела, где-то возрослела, творчески обогатилась, стало легче работать, опыта набралась, стало легче работать с детьми, разговаривать и с самыми маленькими, и с детьми во время переломного момента. Все хорошо, жизнь продолжается, будем работать дальше. Юбилейный концерт, как и задумала Елена Петровна Пилипчук, получился поистине грандиозным. Из трех блоков классического, народного и эстрадного танцев. В каждом блоке по 10-12 номеров. Программу открыл вальс из балета Шопиньяна. Эта постановка, по сути, стала визитной карточкой балета Анапы, так как открывает многие концерты и общегородские мероприятия. В программу включены несколько премьер и уже полюбившиеся зрителям постановки, такие как «Итальянская тарантелла», «На катке», «Снежная зима». Это те постановки, которые принесли ансамблю конфетти победы на европейских и российских сценах. Каждый танец – мини-спектакль, миниатюра на тему. Творческая общественность помнит и настоящий балет в постановке Елена Пилипчук «Фея кукол». Судя по планам педагога, этот балет не последний. Хочу сделать балеты подобных «Фея кукол». Было бы на это время и средства. На юбилее ансамбля прозвучало много поздравлений от бывших учеников, кому Елена Петровна дала путевку на большую профессиональную сцену, от коллег-педагогов и всех, для кого танец – это искусство самовыражения и язык, понятный для души. В Анапе прошла третья всероссийская акция «Библионочь». В Центральной библиотеке акцию провели под девизом «Вместе с книгой сквозь время и пространство». В преддверии этого события по улицам курорта прошел культурный библиомаршрут. Стартовал культурный библиомаршрут от Центральной библиотеки, проехал по улицам города, привлекая внимание на пчан яркой внешностью литературного автобуса. Людмила Карае-Ниди, книголюб, много читает и много знает, и с удовольствием рассказывает интересные истории своим внучкам. «Молодежь сейчас не читает, компьютеры все заполонили, и поэтому хочется, чтобы больше читали. То есть элементарного не знают, просто обидно. Вот я говорю, у меня слезы наворачиваются, честно говорю. Хочется, чтобы было у нас дети просвещение». На улицах города жители и гостей курорта приветствовали литературные герои. Анапчане приняли участие в блицопросе о книгах, чтении литературе и видных деятелях культуры. «Я думаю, молодежи очень нужны эти мероприятия, чтобы они приобщались к истории, культуре, к книге». Анапчане получили программки акции «Библия-ночь». На месте записались в библиотеку, получив абонемент читателя. «Ну пусть лучше книжки читают, чем пиво пьют». Организаторы акции объединили идею «Перевод времени». Как переход от прошлого к будущему, библиотеки меняются во времени и пространстве путешествуют по эпохам. Сотрудники библиотеки рассказали о событиях года культуры. «Пежде всего, Библия-ночь – наше огромное, большое событие культурное, где мы будем рассказывать о роли книги, о наших читателях самых лучших, о том, что сегодня библиотека может подарить нашим читателям и представить массу мероприятий». Литературные герои рассказали об акциях библиотеки, викторийных конкурсах, выставках, редких книгах в фонде библиотеки и культурной программе «Библия-ночь», призывая на пути всех встречных присоединиться к читающей когорте. Долгожданное событие и самые популярные акции. В Анапе стартовала 10-я юбилейная всероссийская акция под названием «Георгиевская ленточка». Символ Победы, цветовая гамма, которая использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны Ордена Славы, раздают волонтеры на улицах города. Иван Марченко каждый год участвует в акциях, посвященных празднованию Дня Победы. И получить георгиевскую ленту накануне 9 мая считает долгом. В России, наверное, нет семьи, которой не коснулась бы война. Прадед Ивана Марченко Иван Павлович, ветеран Великой Отечественной войны, дошел от Москвы до Берлина. Они заставляют нашу молодежь не забывать о тех страшных днях и о том, какой великий подвиг совершили наши предки, то, что мы выиграли войну, и тем самым обеспечили жизнь и мир на многие-многие поколения. Георгиевская ленточка для меня является символом этих великих дней, символом этой Великой Победы и символом Великой Памяти о тех минувших днях и о моих предках. Миллионы людей во всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья, накануне Дня Победы крепят Георгиевскую ленту на сумки, на антенны автомобилей, на лацканы пиджаков и жакетов в качестве символа памяти и воинской славы. Наше поколение отцов своих хорошо помнит и дедов, поэтому мы соответствуем только за эту акцию. Необыкновенно важно. Это память, это у человека патриотизм и любовь в своей родине воспитывает. Школьники с удовольствием участвуют в акцию и берут несколько ленточек для себя, для друзей и родителей. Причем для них это не просто модная акция. К празднику Победы относятся со взрослым пониманием. Наши деды сражались, чтобы победить. И мы победили. И мы вернулись ему миру весну. Черный цвет в Георгиевской ленточке обозначает дым, а оранжевый цвет – огонь. Символ памяти разлетается за несколько минут. Тысячи анапчан и гостей курорта подходят к волонтерам за лентой. Участвуя в акции «Георгиевская ленточка» можно помочь ветеранам. Также пожертвовать деньги для ветеранов на акцию «Красный крест». Впоследствии эти деньги будут направлены на дорогостоящие оборудования. Ежегодная всероссийская акция памяти «Георгиевская ленточка» продлится в Анапе до праздника Дня Победы. И в продолжении выпуска новости спорта. На курорте прошел третий тур первенства России по велосипедному спорту. Организаторы посвятили его памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Александра Карпенко, воспитавшего многих именитых спортсменов. Участники состязаний – гонщики-юниоры. В первом туре покоряли трассу более 170 спортсменов. На старт третьей велогонки «Критериум» вышли более 50 лучших гонщиков из 10 регионов России. Трасса по проспекту «Революции» улицам Черноморская, Пушкина и Ленина. Гонка у нас состоится в 42 круга с 14 промежуточными финишами. Каждый третий круг у нас финиш. И по итогам финиша берется 5 человек. 4 человека, соответственно, 5, 3, 2 и 1 очко. И по сумме всех 14 финишей определяется победитель тура. И по сумме потом трех туров определяется победитель в общем зачете. Первые и третьи места завоевали участники Стюменской области. Серебряную медаль завоевал спортсмен из Свердловской области. По итогам трех туров – золото и бронза соревнований у спортсменов Свердловской области. Серебро – угонщик из республики Адыгея. Победителям вручили дипломы, медали и кубки. Чемпионат прошел замечательно, я считаю, без, во всяком случае, травм, хотя и они и были. Это присутствует для этого вида спорта. Я выражаю искреннюю уверенность в том, что вы действительно будете достойны смены лучших спортсменов России. Три тура прошли в Анапе. Четвертый пройдет в июне в Ульяновске. Заключительный этап состоится в августе в Твери. Продолжаем цикл специальных репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны. Сегодня в программе знакомство с Марией Яковлевной Моисеевой. Победа в Великой Отечественной войне ковалась советским народом не только на фронтах, но и в тылу. Все для фронта, все для победы. Этот лозунг помнят дети военных лет, потому что не только родители работали в две-три смены, но и подростки вставали к станкам. Дважды победный и дважды трудовой май. Первое и девятое мая Мария Моисеева отмечает особенно торжественно. Судьба Марии Яковлевной Моисеевой, ветерана трудового тыла, достойна пера писателя. Столько было событий и совпадений обстоятельств, которые чудесным образом сохраняли ей жизнь. В сентябре 1941 года, когда немецкие войска сжимали кольцо вокруг Ленинграда, вместе с родителями 12-летняя Мария пыталась пройти в город, полагая там найти спасение. Но не успели и с мамой, и односельчанами спрятались в болотистой лесной местности, в окрестностях города. Это и спасло их, а те, кто все-таки прорвался в Ленинград, почти все погибли во время блокады. Все мы деревенские ехали эвакуироваться, бежали, коровы, лошади, и мы бежим к Ленинграду. У нас крестная папина сестра уехала раньше на два часа, и она успела в Ленинград. Она похоронила шесть, четыре человека, шесть человек семья была. Это было самое тяжелое время для Маши и ее брата. К тому же в 1943 году умерла их мама, и они остались одни. В 1944 году советские войска прорвали блокаду, и ребят мобилизовали на различные работы в сельском хозяйственной предельной фабрике. Все для фронта, все для победы. Там давали паёк, хороший обед давали. В общем, не паёк, а ПЗО, самое настоящее. Девять месяцев мы проучились, и уже мы перешли, как бы дали общежитие, и с братом он в мужском общежитии, я в женском, и остались там работать. Выстояли, выжили, сами голодали, а продукты отправляли на фронт. С одной мыслью, пусть наши советские солдаты скорее победят. В послевоенные годы Мария Яковлевна жила в Нарве и видела страшные картины опустошения. Сожженные деревни жителей угнали в плен или расстреляя фашисты. Со своим мужем Виктором они познакомились после войны. Он воевал, был семь раз ранен, освобождал Керчь и Анапу, и впоследствии сюда привез семью на постоянное проживание. В семейном архиве Моисеевых множество фотографий, потому что в мирное время муж работал фотографом, а Мария Яковлевна страховым агентом. В этом году, 10 августа, Марии Яковлевне исполнится 85 лет. 38 лет супруги Моисеевы прожили душа в душу. И Мария Яковлевна считает, что мир и лад в семье – главное для каждого человека. Я бы пожелала хорошей, тихой жизни людям, чтобы все были довольны, чтобы не были они обиженные женщина-мужчина или мужчина-женщина. У Марии Яковлевны есть дочь, двое внуков и двое правнуков. Часто заходят проведать ветерана квартальная Оксана Бас. Поможет принести продукты, сходить в аптеку и просто побеседовать с ветераном по душам. А воспоминания о войне все не стираются из памяти. Наверное, поэтому ветераны, как никто другой, ценят мир и покой. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. В четверг, 1 мая, в Анапе будет пасмурно, местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем – 14-16, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 13 градусов тепла. В пятницу, 2 мая, в Анапе будет малооблачными, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в дневные часы – 13-15, ночью около 12 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 13 градусов выше нуля. Коллектив телерадиокомпании «Анапа-регион» поздравляет вас с наступающими праздниками. А далее – блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.